Тема совещания, которая прошла под совместным председательством вице-губернатора Кубани Сергея Усенко и главы Анапы Сергея Сергеева, посвящена итогам прошлогоднего сезона, а также ключевым направлениям в подготовке к сезону 2017. Туристический поток на курорты Краснодарского края значительно вырос. За последние три года на 14%. В 2016 году Кубань приняла 15,8 миллиона отдыхающих. По нашей информации, только в Анапе в прошлом году отдохнуло чуть меньше 4 миллионов человек. Опять же, этот показатель вырос на 19% по сравнению с данными 2015 года. И по нашим данным, средняя загрузка в Анапе 77%. Вот честно скажу, мне кажется, что цифра эта очень и очень высока. Вместе с тем, летний сезон 2016 года выявил ряд проблем, характерных для всех курортных территорий. Среди самых распространенных – неудовлетворительное содержание пляжных территорий, прокат маломерных судов и плавательных средств, ограничение свободного доступа на пляжные территории, некачественная организация общественного питания и вывоз ТБО. Вопрос не новый, вопрос комплексный. Вопрос зависит не только и не столько от курортной отрасли, и не только от органов местного самоуправления. Он, прежде всего, замыкается у нас на схему, которую должен утвердить регион, и на тех региональных операторов, которые должны работать. Но, к сожалению, пока эта проблема остается актуальной, и часто в соцсетях, отдыхающие именно на этом заостряют свое внимание. Большая часть жалоб пришлась на проблемы коммунальных сетей, перебои в электро- и водоснабжении. В части ограничения инженерно-инфраструктуры, эта ситуация присуща для всех территорий. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в данном направлении она появляется, наверное, лидером в крае по участию в рамках федеральной целевой программы и включенной в региональную программу по созданию туристского кластера. В этом году уже завершается строительство объектов водоотведения, водоснабжения. Но наостанавливаться она достигнута не стоит. И, конечно, при перераспределении средств, которые возможны по экономии во втором полугодии, муниципальному образованию, необходимо тоже иметь проекты по инженерной инфраструктуре, в том числе по свету, по воде и по водоотведению. Дискуссии разгорались при обсуждении взаимоотношений водопользователей и правообладателей земельных участков на прибрежной территории. Сегодня аукцион на аренду участков акватории Черного моря проводит Кубанское бассейновое водное управление. Нередко выигрывает люд, далекий от санаторно-курортной сферы. У здравниц возникают проблемы. Да, конечно, проблемы есть. Пляж принадлежит один, а вода принадлежит другим. И на то, как он принадлежит вода, я тоже подпряж не пускаю сюда. Глава НАПА считает, участки акватории предоставляются в аренду для рекреационных целей. Техзоны должны располагаться на расстоянии 100 метров от берега и не препятствовать купанию людей. Деятельность санаториев вообще должна быть в приоритете. Надо выйти с законодательной инициативой, чтобы приоритет при рассмотрении, может быть, не аукционно конкурс проводить, и приоритет, чтобы отдавался тем, кто является землепользователем пляжной территории. Резолюция прошедшего совещания в Анапе включит в себя основные направления, по которым будут работать все ведомства и службы, заинтересованные в обеспечении безопасного комфортного отдыха, создании конкурентоспособного и качественного туристического продукта.